Привет, любители Mobile Legends! С вами, как всегда, проект Диссонанс. Всех приглашаем на наш канал, где вы сможете найти видосики с фишками и секретами персонажей, а также просто сравнения в нестандартных условиях. Ну и, конечно же, всеми любимые лайв-стримы. А также мы не забываем за вас и проводим постоянно розыгрыш. Ждем вас по ссылочке в описании. Мур, привет, друг, это Зверько и гайд по маскам. Итак, общие принципы. Эти маски находятся во вкладке странствования, хотя к роумингу на данный момент отношения не имеют. По логике вещей. Будем рассматривать сразу фулл сборку масок. Цена у них одна, и дают они 700 здоровья, 10% перезарядки навыков и плюс 25 скорость движения. Основная особенность масок. Владелец не берет опыт из золота скрипов и мобов леса, если рядом есть союзник. Но зато тебе постепенно капает опыт и золото каждые 4 секунды. Правда, не очень много. Кроме того, если ты на пятом месте среди своей команды по опыту или золоту, то капли вырастают с 2 золотых до 20, а опыт до 35 единиц каждую четвертую секунду. Также за помощь в убийстве противника владелец маски получает дополнительно 30% опыта и золота. Действуют как сапоги, которые убрались в продаже. Если убьешь сам, бонус не получаешь. Только за поддержку. Эти бонусы позволяют не сильно отставать от союзников. Учти, что данные цифры корректны на дату выхода видео. Маски еще продолжают настраивать и изменять, не пропуская новостные выпуски на моем канале. Давай посмотрим объемы на примере. Два персонажа без масок. Смотрим уровень опыта обоих. Один с маской. Теперь опыт в полной мере переходит напарнику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok И Хохма. Два балбеса с масками, где опыт просто пропадает. Ну и фан-вариант. Двое с маской, но есть третий герой, которому идет весь опыт. Когда кто-то покупает из твоей команды маску, ты видишь сообщение и текстом, и появляется значок над союзником. Если покупаешь маску сам, то значок внизу экрана. Напомню, что за убийство героя получают опыт и владелец маски, а за поддержку идет плюсом еще и бонус для носителя маски. В каких случаях пригодится покупка маски? Если расчет идет на раннюю игру и нужно в кратчайшие сроки вывести самого сильного игрока на четвертый уровень или выше, что может сыграть ключевую роль в бою, тогда берем маску и помогаем ему фармиться. Либо в паре есть персонаж, для которого фарм вторичен и опекает фармозависимого героя. О подобном я говорил в гайде по фарму. В этом случае логичнее докачаться до четвертого уровня и лишь после него взять маску, чтобы поддерживать персонажа дамагера. Теперь к уникальным пассивкам. Маска мужества. Навык активный, его надо будет прожимать собственным пальчиком. Он увеличивает скорость бега носителя и ближайших союзников на 30%, а также физическую и магическую атаку на 20%, что довольно серьезно. Действует баф 3 секунды, а перезаряжается 60 секунд. Подходит героям, которые постоянно рядом с союзниками, например, саппорты. Теневая маска. При нажатии скрывает носителя и ближайших союзников, а также увеличивает скорость передвижения на 15%, длится 5 секунд. Конечно, нанесение урона или получение прерывает эффект, а перезарядка навыка 60 секунд. Если вы прожимаете навык, но урон не наносите, то из невидимости не выкидывает. Можно скрываясь применять навыки. Героев немного видно по стеклянному ореолу, наподобие невидимости хищника. Очень рекомендую посмотреть первый фильм со Шварценеггером. Маска подходит для гангов и засад. Часто берут на франка. И можно брать шестым предметом на убийц, когда в поздней игре очень осторожничает противник. И вот многострадальная маска трепета. Когда носитель наносит автоатаку по герою, над тем появляется метка с коротким таймером. Когда союзник атакует автоатакой эту же цель, метка заполняется, а после оглушает жертву на 1,5 секунды. Перезарядка 45 секунд. Для носителя следует ограничение в заполнении метки между ударами 0,6 секунды. Это сделали для того, чтобы убийцы автоатакеры не брали эту маску с шестым предметом, пополняя свой арсенал оглушением. Эта маска подойдет для танка, которая пикает автоатакера. Либо для героя поддержки с хорошим микроконтролем. Ну что же, на данный момент маски подходят для танков, которые не зависят от фарма и саппортов. А также маски первого уровня покупают на турнирах 1 на 1, чтобы бустануть себе опыт и голду, поскольку соло игрока система считает на пятом месте и сыпет ему золото и опыт. А если рядом нет союзника, которому отстается опыт, то он идет носителю маски. На этом пока все. Как только обнаружится еще что-то интересное, постараюсь сообщить сразу. Но думаю маски еще будут оттачивать, поэтому следи за новостями. А если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись им с друзьями и конечно ставь лапку. Удачи друг!